Меня зовут Ахмед Алмаз, я студент всего этого курса, и это рецепт на книгу «Самый богатый человек в Вавилоне». Данная книжка содержит 157 страниц, и написана она в 1926 году. Действие в книге происходит в городе Вавилон, которого сейчас уже нет. И так что же позволило этому городу достичь огромного богатства и небывалых высот? Жители города были не только грамотными торговцами, но и очень грамотными финансистами. Они первыми изобрели деньги и денежные расписки. И вот богатейший человек в Вавилоне по имени Аркад делился своими секретами того, как ему удалось достичь вершин богатства. В книге также приведены некоторые ошибки, которые совершаем мы и которые мешают нам в достижении богатства. Во-первых, мы думаем, что все дело в удаче. На самом деле это не так. Как говорит автор, удача это очень жестокая богиня, которая никогда не помогает постоянно. Во-вторых, ошибка многих в том, что они живут сегодняшним днем. И думают, что копить деньги будут когда-нибудь потом, но не сейчас. И вот это когда-нибудь все время откладывается. Также приведены некоторые секреты богатства, которые могут помочь нам в достижении богатства. Во-первых, часть заработного принадлежит только нам. И мы обязаны сохранить минимум 10% дохода. Во-вторых, мы должны делать так, чтобы наши деньги работали только на нас. Во-вторых, желание стать богатым. В принципе, все люди хотят быть богатыми. Но кто-то хочет этого больше, чем остальные. И богатым становится тот, кто не боится расширять свои горизонты. Ищет новые возможности. Работать для этого. В заключении хочу сказать, что в книжке есть очень полезные мысли. Но они часто повторяются. Видимо, да, не могу сказать, что книгу мне очень понравилось читать. Местами она была нудной и скучной. Однако, книгу прочитать однозначно стоит. Так как здесь написано очень много полезных мыслей. И они могут быть очень полезными для нас. Спасибо за внимание.